Этакие процессы я для себя называю сталинизацией. Вот сейчас у нас идет сталинизация медицины. Сталинизация медицины заключается в том, что у нас из медицинских специальностей создают объединение. То есть больше нету акушерских консультаций. Есть один центр акушерства гинекологии, у него есть в главе один Сталин, и он всем командует, имеет все финансовые средства, и у него там куча замов по всех этих филиалах. У нас больше нет физкультурных диспансеров. У нас есть один центр, куда они все вошли, там есть свой Сталин, он там всем командует. Вот сейчас то же самое делают с наркологией. На самом деле, почему здесь, может быть, стоит об этом сказать, потому что проблема в чем? С одной стороны, контролировать вот эти вот средства бюджетные, так может быть проще, я не знаю. Конечно, когда один человек распоряжается всеми бюджетными деньгами, он распоряжается всей наукой. Ну, мало того, что все публикации идут с его подписью, это понятно, это всегда так было в нашей стране. Но дело не только в этом, а дело в том, что, естественно, ничего того, что не согласно с его мнением, уже быть не может. Он автоматически садится в общественный совет по президенте. И, как бы, дальше следует идея, я большой демократ, я человек широких взглядов, и так далее, и так далее, и тому подобное. Это значит, по большому счету, что сегодня все усилия направлены на то, чтобы исключить творческую мысль врача. А это значит, что вот то, о чем мы сейчас говорим, становится не просто мечтой, а уж совсем неизбыточной мечтой, поскольку речь идет о прямо противоположных вещах. Снять с врача ответственность за счет увеличения количества инструкций, методических рекомендаций, стандартов. Сегодня это называется стандарты. То есть, если я выполнил лечение по стандартам, ко мне никакой претензии быть не может. А главный специалист, он же хозяин всей этой большой конторы, он, значит, соответственно, в строгом смысле этого слова следит за соблюдением стандартов. Ну, получается примерно то же самое, если мы берем там все московские театры и объединяем в один театр, называем его самый большой театр. Там один режиссер, да. Ну, что-то такое происходит примерно. Причем, если на уровне театра сатира, да, такого образа, она понятна, то на уровне медицины она почему-то непонятна никому. Но что в результате происходит? Да это можно наблюдать с легкостью. В результате происходит предельно простая вещь. Вымывается то самое, что пациент называет хорошей врачей. Поскольку он просто не может в этом существовать. Он единственной обязанностью врача становится выполнение, строгое выполнение определенного количества настройки. То есть заинтересованный человек в этой среде просто лишний. Он вымывается как бы практически автоматически из всего из-за этого. Хватит? Ну. Хорошо. А любовь-то как будет лечить в клинике народа? Как любовь будет лечить? Ну, я думаю, как все остальное, психотропными препаратами и как. Какой диагноз? Любовная аддиктивность. Ну, там, галоперидол, висполепт. Влюблен не по собственному желанию. Вообще это, как бы, ну, это такая, да, идеал медицинского социализма. Все утром проснулись, все с диагнозами, все укололись своими препаратами, пошли отработали, приехали вечером, укололись и забылись. Это же идеал, мечта любого вообще, говорят, правителя. Правителя, причем мы все это назовем медициной, будем, как бы, там, в этом жить. А что диагноз? В конце концов, тут, да, нет, ну, это, естественно, это и потребность, собственно говоря, просто здесь уж совсем не об этом. А я-то говорю о том, что, да, в этом же есть тенденция. Сначала центры по специальностям, потом центр центров, самый главный специалист по медицине. Ну, что там фигню творить, он же мэр, он же президент. Да, все. Это же, я постоянно, я очень люблю это вспоминать, это же чистя рта. У него есть роман такой, Шар и Крест. Там замечательный роман, потому что, ну, собственно, роман о явлении Антихриста. Что делает Антихрист чисто технически, когда хочет захватить власть? Он проводит через парламент решение о создании медицинской полиции. То есть, это те самые полицейские, которые, естественно, подчиняются ему и которые имеют право определять, кто нормален, а кто ненормален. Естественно, что первыми же ненормальными оказываются дети председателя парламента и премьер-министра. Ну, дальше все так вот. Поэтому это такая очень, между прочим, зыбкая область, зависимость от любви. Ведь однажды этим болеют все. Как бы сказать, мальчик, ты явно тебя никто не лечил от любви. И зря смеетесь. Я думаю, что мы вот до этого не доживем. Я думаю, что клиника неврозов маловато, а размеры. Ну, пока. Это же первый шаг. Господь собрает. Что ты? Класс. У меня есть тайное подозрение, что во многом от меня. Я имею в виду, что за ней стоит. Это ваша метафора происходящего или за этим действительно стоят какие-то реальные события? Почему? Абсолютно реальные события. Какие? Которые заключаются в том, что главный нарколог Сея Руси, Евгений Алексеевич Брюн, который подбирает в себя и нас тоже, в том числе, и всю московскую медицину. Объявил, написал, что теперь наркология занимается, должна заниматься всем спектром нехимических зависимостей. В зависимости от любви. Ну, пока имеется в виду только обращение. Но наркология же всегда помогала милиция. Это же так удобно. Можно обвинить мужа в зависимости от бильярда, например. Продолжение следует...